МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стрельба из лука развита в Алтайском крае. Не только об этом поговорим сегодня со Светланой Руденко, кандидатом в мастера спорта по стрельбе из лука. Здравствуйте, Света. Здравствуйте. Я так понимаю, что вы точно будете участвовать в этих соревнованиях? Да. А почему вы именно стрельбой из лука увлеклись? Ну, есть же другие виды спорта какие-то. Я занималась другими видами спорта, но активные виды спорта, да, это интересно, они тебя разгружают, но стрельбой я начала заниматься так, что мне просто это приснилось. Мне приснилось, что я стреляю из лука. И я рассказала об этом маме, она сказала, знаешь, у нас такое есть. И я такая сказала, что я хочу попробовать. У вас такое есть? Это в семье, если что-то приснилось? Нет, есть такое просто в городе, что хочешь бы ты попробовать, потому что мало ли. Я сказала, да, я хочу. И мама просто позвонила, договорилась. Я туда пошла на следующий день. То есть я занимаюсь этим видом спорта уже 6 лет. И я пришла в эту секцию по стрельбе из лука, но я начинала в Кемеровской области, в городе Новокузнецке. И там сначала не дают никогда лук. То есть тебе показывают, рассказывают, что это. Но поскольку ты никогда в нормальной жизни с этим не встречался, тебе только лук дают через какое-то время, когда ты уже научился правильно ставить стойку, когда ты научился контролировать свое тело. И, наверное, это было примерно в 2012 году, где-то в ноябре, в декабре. Примерно было так. Это было что-то невероятное. Невероятное, он тяжелый, он какой-то непонятный на ощупь. При этом ты чувствуешь, какой он тяжелый, что он сильный. И самая главная задача лука – это вернуться в исходное положение. А задача лучника – наоборот. Убрать его из этого положения и сделать выстрел. Меня затянуло. Вы уже 6 лет, я так поняла, занимаетесь стрельбой из лука. И уже кандидат в мастера спорта. А где у нас в крае готовят лучников? У нас есть секция в медицинском университете. Где вы учитесь? Да, где я учусь. Мы проводим там тренировки. Но там тренируются спортсмены именно из медицинского университета. Ребятам нравится вид спорта. Он их разгружает. Он помогает им справиться с стрессом, который они испытывают в учебе. Также у нас есть секция, где ведет Алексей Алексеевич Дрянев. Это профессионально, когда люди занимаются уже, да? У меня тоже непрофессионально занимаются, но просто им удобнее именно в медицинском университете туда приходить. И там он тоже готовит спортсменов на Островского 31. Есть зал. А насколько вообще сейчас популярно заниматься стрельбой из лука? Много желающих? Достаточно, да. Люди стали увлекаться этим видом спорта, потому что нет ограничений по возрасту, нет ограничений по здоровью сильно жестких, как в других видах спорта. Нет ограничений, например, весовой категории, либо разделения по весу. То есть только пол и лук, из которого ты стреляешь. Но со скольки лет вообще можно стрелять? С 10 лет детям, если они занимались уже каким-то видом спорта. То есть это было, например, плавание, либо баскетбол, либо борьба, что именно тренировало их тело. И 12 лет, если они ничем не занимались. А вот есть ли у нас вообще в крае какая-то история стрельбы из лука? Раньше какие-то чемпионы у нас были в этих, я не знаю, в виде спорта в этом? В Полтайском крае я не знаю, но, по-моему, кто-то был. Но я не помню, кто это. Но я знаю, что сейчас раньше, когда не было федерации стрельбы из лука, именно в Алтайском крае мы относились к Томску. То есть чтобы ты мог выступать на соревнованиях, тебе надо быть членом федерации. И Томск нам помогал. А сейчас создали свою федерацию, и мы хорошо развиваемся. Но я буду надеяться, что будущие наши спортсмены, они смогут создать новую историю. Что мы станем чемпионами, или кто-то может выступить на Олимпиаде или на мировых соревнованиях. А сколько лет, как создана наша федерация? Точно вы не знаете, да? Я поняла, что она развивается сейчас. Этот вид спорта у нас развивается. Ну, у нас завтра открывается открытый чемпионат края по стрельбе из лука. Кто, по-вашему, главный претендент на победу в этих соревнованиях? Вы? Ну, конечно, в своем дивизионе, да. Я тот спортсмен, который... Мне больше не нравится не выигрывать, а именно вот этот дух соперничества. Наверное, это то, что меня и заволокло в этот вид спорта. Вы среди девушек только будете соревноваться? Да, только среди женщин, получается, дивизион. А среди мужчин я не знаю, кто приедет. Но у нас есть Кемеровская область, кто соперничает. Есть, так, у нас Республика Алтай. Они между собой очень сильно соперничают. Обычно другие, они так сильно себя не проявляют. И Блочный Лук у нас среди женщин там претендент это Новикова, Елена. Но она была раньше в сборной. То есть и среди мужчин у них тоже там очень сильное соперничество. А Блочный Лук, простите, это что? Это более... Лук, который меньше размером классического, у него имеются блоки, которые стоят на плечах. И получается, например, я тяну лук, у меня нагрузка, она меньше, но когда я дотягиваю, нагрузка, наоборот, увеличивается. У блока, наоборот, у них сначала идет максимальная нагрузка, а за счет этих блоков, которые стоят на плечах, она сбрасывается. А какие вообще дисциплины будут? Вот Блочный Лук, да, это дисциплина? Да, Блочный Лук и классический Лук. Ну, также женский дивизион, мужской дивизион. Получается, будет четыре дивизиона. Ну, то есть наши основные соперники, это все-таки кто? Наверное, Новосибирск. Новосибирск. Они сильные, да? Их достаточно много, и они часто, когда мы ездили на всероссийские соревнования, они ездили вместе с нами, то есть это показывает то, что люди готовы к таким соревнованиям, и они поедут. Сейчас в Томской области Воронов Дмитрий, он в сборной находится, то есть он на чемпионате, по-моему, или Кубке России, он выиграл соревнования, и его взяли в сборную. Но я не знаю, будет он на соревнованиях этих или нет, потому что они сейчас, по-моему, в Крыму соревнования проходят, или в Сочи, и, соответственно, он как сборник должен там быть. Понятно. Света, по-вашему, чего не хватает нашим лучникам, чтобы действительно быть лидерами в стране и занимать призовые места на международных каких-то стартах, может быть, на всероссийских стартах? И на всероссийских мы котируемся. На всероссийских мы участвуем, да, хорошо, что нас спонсируют, нам помогают в этом плане, потому что иногда, мне, например, как студентке, себе тяжело обеспечить поездку. А дорогое вообще удовольствие стрельба из лука? Да, лук оборудование стоит дорого, но есть плюс в том, что это на много лет, то есть это можно на 10, на 15 лет, или он даже и тебя переживет, грубо говоря. И вот именно с этим проблема, но мне повезло, мне смогли позволить такое удовольствие. Мама все-таки сделала для меня многое, чтобы я развелась в этом виде спорта. И все-таки чего нам не хватает? Помогают, да, спонсоры есть? Нам помогают, да, но мне кажется, не хватает места именно там, где мы сможем быть, чтобы там были хорошие условия. Иногда не очень удобно заниматься там, где мы сейчас занимаемся. Например, там бывает холодно, наоборот, сильно жарко, могут приходить какие-то другие люди, и это мешает, потому что ты стреляешь, и когда кто-то входит и тебя беспокоит, это действительно тебя отвлекает. Нужен специальный какой-то зал. Да, нам нужно свое место, мне кажется, а дальше там уже будет зависеть все от нас, захотим ли мы дальше развиваться, нет. Но я думаю, если у нас появится свое место, мы захотим, мы будем за него держаться и будем развиваться в этом виде спорта. Свет, я вам желаю только победы и всем тем, кто будет выступать за Алтайский край. Спасибо большое, что к нам пришли. А я напоминаю, что сегодня мы говорили со Светланой Руденко, кандидатом в мастера спорта по стрельбе из лука, об открытом чемпионате Алтайского края, который стартует уже завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова